Всем привет! Меня зовут Саша, и я уже пятый год живу и работаю в Южной Корее. За это время, естественно, со мной много что произошло. У меня накопилось много опыта и хорошего, и не очень хорошего. И поэтому этим всем, что со мной случилось, я хочу поделиться с вами. Мое первое место работы было очень интересно и очень необычно. Я должен был работать в одной маленькой частной семейной компании. И я прилетел в Корею, как помните, сейчас в 11 часов утра по местному времени. Прошел один день, и на следующий день у меня должно было случиться вот это интервью, это собеседование. Но его не случилось, и вместо этого меня позвали в ресторан. Вот эта женщина, с которой я должен был встретиться, которая должна была стать, ну, которая и потом была, впоследствии, и моим боссом, она просто пригласила меня в ресторан. И это было уже вечером, это было 9 часов вечера, и я поехал в ресторан. Я туда пришел, мы познакомились. Эта женщина, она достаточно сносно говорила по-русски, и в этот день у нас не было никакого собеседования. Мы не говорили про работу, мы не говорили, какие у меня там условия должны были быть рабочие. Ресторан, приглушенный свет, музыка и алкоголь, естественно, не до серьезных разговоров. В этот день у нас не нашлось времени, чтобы обсудить работу, то, зачем, собственно, я и приехал в Корею. И когда мы уже выходили из ресторана, я заметил, что мы вышли из ресторана, и никто ничего не заплатил. То есть мы не оплатили счета наши. И потом, оказывается, выяснилось, что она владеет еще и этим рестораном. Первая рабочая неделя прошла очень интересно, ее просто не было. Чем я занимался? Я постоянно ездил в разные рестораны, в разные корейские рынки, в разные корейские народные музеи. Мне говорили, ты должен узнать корейскую культуру, чтобы понять Корею, чтобы хорошо работать. И мы разъезжали всю неделю по разным ресторанам. За меня платили, мне было неудобно. С одной стороны, приятно, что за тебя кто-то платит, ты не тратишь свои деньги. С другой стороны, это очень неудобно. Наконец-таки началась работа. Вот после недели этих разъездов я, честно говоря, устал уже от этого отдыха. Но, слава богу, началась неделя. И я уже... Рабочая неделя началась. Я уже более-менее как-то привык к рабочему процессу, начал привыкать. Но, что меня удивило, у нее было одно условие, что после работы, в конце рабочего дня, мне нельзя было идти сразу домой. Я должен был пойти вот в этот ресторан, в котором мы были в первый день. Она там частенько была, я так понял, после работы всегда. В ресторане после работы всегда встречались коллеги, и там были какие-то обсуждения. Ну, я так понял, обсуждения работы. Но самое интересное, что частенько эти обсуждения, они заканчивались очень поздно. Если я, например, заканчивал работать в 6 вечера, и, например, в 7 часов начиналось это собрание обсуждения, то оно могло закончиться и в 9 часов, и в 11 часов, и в 12 часов. Только потом я узнал, что это, оказывается, тоже является частью корейской культуры. В корейском языке есть такое интересное слово, называется хэщик. Это, если перевести на русский язык, это, наверное, как корпоратив будет. Но только если у нас в России, например, корпоративные вечера-праздники, и они там, ну, на Новый год, 8 марта или там еще когда-нибудь, то в Корее реально во многих компаниях эти хэщик, эти корпоративы, они могут каждый день идти. Если тебя позвал босс, ты не можешь отказаться. Неважно, что у тебя дома ждет тебя жена, у тебя болит голова, у тебя маленькие дети, тебе надо туда идти. Во-первых, если ты туда не придешь, это некрасиво. А во-вторых, у тебя могут быть проблемы из-за этого на работе. Поэтому корейцы, на самом деле, они очень боятся этого. Они очень боятся потерять работу, потому что в Корее конкуренция очень большая. И поэтому они вынуждены ходить на этих хэщик. И, в общем, первый месяц у меня именно так и прошел. Я работал до 6 вечера, в 7 часов начинались эти встречи, и начинался этот каждодневный бесконечный хэщик. На самом деле, утром, потом опять идти на работу после всех этих вечерних собраний и слушаний босса было очень тяжело. И поэтому в первый месяц у меня было такое чувство, как будто я уже проработал там полгода, и мне уже необходим был отпуск. И вот, наконец, пришел день зарплаты. А мне сделали банковский счет. У меня там уже была карточка, банковский счет, все как надо. Я счастливый пошел в банк. Ну, не один пошел там со мной вместе пошли, чтобы меня научить, как надо снимать деньги. И я такой счастливый пришел в банк. Я засунул карту в банкомат, все, чтобы забрать чек, посмотреть свою зарплату. И, в общем, я забрал этот чек, посмотрел на сумму, которая там. И, мягко говоря, я был ошарашен. Сумма оказалась в три раза меньше, на которую я изначально рассчитывал. Ну, конечно, там была немаленькая сумма, все равно она была больше, чем средняя зарплата в России. Но все равно это было не то, на что я изначально рассчитывал. А самое интересное, что у нас же не было, я вспомнил, что у нас не было никакого обсуждения зарплаты. Сколько я буду зарабатывать? Меня потом во время рабочего процесса ввели в курс дела, и все. А все мои вопросы о зарплате говорили, потом, потом, сейчас у нас нет времени, надо работать туда-сюда, бла-бла-бла. Вот. И вот я получил эти деньги. И потом прошел рабочий день. Опять этот хэщик. И после этого, опять этого ужасного собрания, ко мне вот подходит мой босс. И у нас с ней случился разговор по поводу зарплаты. Она мне сказала, я понимаю, что это очень мало, я тебе заплатила. Но она мне сказала такую вещь. Ты, пожалуйста, пойми, у нас сейчас финансовые трудности. В общем, не буду долго про это место рассказывать. Скажу так. Я там проработал больше года, зарплату мне так и не подняли. Просто денег нет. Ну, в общем так, из-за денег я оттуда и ушел. И потом я только узнал, что, оказывается, в нашем коллективе у меня была самая большая зарплата. И когда я уже работал в другом месте, о котором я обязательно потом вам расскажу, там тоже много чего интересного. Потом она, все равно она мне позвонила, и она попросила меня о какой-то небольшой работе. И вот после этого, когда мы перестали общаться близко, она начала реально платить мне хорошие деньги за мою работу. Абсолютно везде мне говорили одно и то же. Саша, у нас сейчас финансовые трудности, поэтому мы не можем тебе платить такую большую зарплату, которую ты заслуживаешь. Они все время так говорили, ты такой крутой, они, конечно, тебе должны платить большую зарплату, но извини, пожалуйста, нам стыдно. Все, абсолютно все, просто как под копирку. Сейчас у нас финансовые трудности, но потом у тебя все будет хорошо, мы будем тебе платить большие деньги. Не верьте, сразу, ребята, не верьте, вот просто посылайте к чертовой матери такого босса в Корее, и все, и идите, ищите другое место, правда. Ну, я думаю, на этом моменте я пока закончу этот рассказ о моих корейских работах. В общем, спасибо, что посмотрели это видео до конца, если, конечно, кто-то нашелся, или человек, который посмотрел это видео. Если вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. Еще раз спасибо, что досмотрели это видео. Все, всем до свидания и всем удачи, пока.